Все люди хотят изменить в лучшую сторону. И вот конференция один из способов ухватить какую-то мысль, идею, как поменяться. Вот ты смотришь на человека и видишь, как он горит. И глядя на него, ты точно так же заряжаешься. Мы создаем особую атмосферу, в которой люди могут поделиться своими мыслями. Вообще какие-то вдохновляющие идеи приходят из диалогов. Именно из общения с людьми, с компаниями, с бизнесом. Чужой опыт я переношу на свою какую-то жизненную стезю. И вот этот опыт стараюсь использовать. Такой щелчок позаряет тебя. Ты говоришь, вот, вот, это нужно сделать прям. Мы хотим сделать так, чтобы люди приходили туда, отдавали свою одну-две идеи, но получали в ответ еще десятки. Поэтому просто прийти послушать спикера – это одна история. А прийти, с кем-то пообщаться, вдохновиться, что-то сразу придумать и уйти уже наполненным этим и ощущением, и идеями, нам кажется, это гораздо более ценно. Мы строим такое пространство, которое формирует в тебе желание идти вперед. Иногда нужно просто послушать другого человека, вдохновиться его успехом и для себя это запаковать и уйти применять в самом деле. Вдохновляют люди, которые наполнены любовью. Вдохновение, мне кажется, это когда увлекаешься идеей. Когда дрянькает. Когда прет. Или дзынькает. Эмоция. Новые события. Путь к мечте. Впечатление. Это энергия. Это мотив. Это вообще замечательно. Чувствует кайф. День добрый, коллеги. Рады приветствовать вас на BITREX24 идея в Екатеринбурге. Хотя на самом деле не совсем в Екатеринбурге, потому что мероприятие проходит сразу в трех городах. С большим количеством посетителей. Нас очень радует, что вы сюда к нам пришли. И большая часть из вас это предприниматели, владельцы или руководители бизнесов. И пришли вы к этой позиции своей, к этому статус-кво. Через сложный, а в нашей стране особенно тернистый путь. Я уверен, что на этом пути, а может быть в самом начале, обстоятельства или люди, с которыми вы общались, они на вас серьезно повлияли. Повлияли и постарались подтолкнуть вас к принятию решений. Может быть к новым шагам, которые вы до этого не совершали. И это привелось к тому, чем вы стали сегодня. И вся наша конференция на самом деле посвящена именно этому. Об этом будут говорить наши спикеры. Мы постарались организовать развлекательные информационные мероприятия сегодня так, чтобы они тоже помогали отвечать на эти вопросы. Чтобы вы общались, обсуждали, делились своими коллегами идеями, которые, возможно, подтолкнут их к новым изменениям и подтолкнут к этим изменениям вас. Все сегодня про это. Давайте немножечко расскажем, что же нас на самом деле ждет на Bitrix24 идея сегодня. Во-первых, вас ждут два потока докладов. Основной, который посвящен бизнесу и продажам, мы, собственно, на нем находимся. Он начнется именно здесь. А в дальнейшем после обеда он будет разделен на два. Возникнет второй поток, который посвящен непосредственно Bitrix24. В этом потоке наши коллеги будут рассказывать о том, какие инструменты есть в Bitrix24 и как они на практике в своих сферах бизнеса эти инструменты использовали. Рекомендуем послушать, потому что это реальный, практический, полезный опыт, а не просто рассуждение о продуктовых каких-то свойствах продукта Bitrix24. В 13 часов начнется онлайновая трансляция доклада генерального директора 1С Bitrix Сергея Рыжикова, на котором он расскажет про новый инструмент Bitrix24, Bitrix24 интернет-магазин. И на самом деле расскажет про много других вкусных вещей, которые будут реализованы, запущены в этом новом релизе. Как обычно, это много самых разных новинок, обновлений, новых мелких фишек, которые, как мы стараемся, сделают вашу работу эффективнее и проще. У нас запланировано три бизнес-эпицентра. Это такой уже не совсем новый формат. Мы уже делаем его второй раз. Формат, посвященный общению и нетверкингу, на котором вы сможете пообщаться с вашими коллегами. Эти бизнес-эпицентры будут посвящены самым разным темам. Первый бизнес-эпицентр, кстати говоря, будет вести Глеб Архангельский, про которого я еще немножечко позже расскажу. Последний будет, соответственно, управляться Павловым с его железом. Я хочу подчеркнуть, что это не доклады. Бизнес-эпицентр – это форматы общения, на котором вы сможете обсуждать практические вопросы с вашими коллегами, которые тоже пришли на Bitrix24 идею. То есть это не то, что вы пришли, просто послушали. Но мы крайне рекомендуем принять участие в этих мероприятиях, потому что они действительно полезны для вашего развития. Весь день слева от вас или слева от меня будет площадка, на которой работают наши партнеры. Они смогут ответить на практические ваши вопросы по Bitrix24, помочь какими-то консультантами. Воспользуйтесь этой возможностью, поскольку вы сюда уже пришли. Не будем терять время. Все, что мы вам даем, надо брать. Брать, 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 брать. Ну, собственно, наверное, это самое главное. Все. По поводу питания наверняка будут вопросы. У нас не запланировано платного питания. Бесплатного, пардон. Мы все-таки все предприниматели, сложившиеся люди. Поэтому халявы не будет. Нет, кофе попить и покушать можно будет в буфете, но это платная услуга. Заранее предупреждаем, чтобы не было никаких неожиданностей. Есть такая штука, как авторская книга-блокнот. Это такая небольшая игра. Чтобы получить его, нужно соответствовать некоторым условиям. Они описаны у вас в программке. Почитайте, пожалуйста. Это интересная штука. Ну и, собственно, наверное, все. Сейчас я хочу представить нашего первого спикера. Основоположника российского тайм-менеджмента. Автора многих книг-бестселлеров по управлению временем. И председателя правления некоммерческой общественной организации Лига времени. Глеб Архангельский. Прошу. Доброе утро, уважаемые коллеги. Спасибо Битриксу за приглашение. Для меня втройне приятно выступать сегодня здесь. По трем причинам. Первая причина. Самый первый в жизни юрлицовый счет, который я выставил, когда у меня появился первый юрлицовый счет. Первая маленькая организация времени. Очень трясущимися руками этот счет выставил. Я боялся, я еще ничего не знал, ничего не умел. До этого все было наличными, а тут вот прям юрлицо. То есть я уже такой прям предприниматель-предприниматель. было выставлено банк 24.ru, который еще тогда не назывался банком 24.ru, а назывался УралКонтактБанк. И вот только-только купили создатели банка 24.ru и только-только начинали из него делать, собственно, вот то, что потом достаточно красиво на бизнес небосклоне пролетело, промелькнуло, как такой красивый интересный проект. То есть это был первый мой официальный юрлицовый заказчик-клиент. И, собственно, я сюда приехал, проводил для них тренинг по тайм-менеджменту. Вторая причина, почему мне приятно быть здесь. Первый и до сих пор действующий, собственно, сайт компании, организация времени был сделан на Bittrex. Не 24, а просто Bittrex. И до сих пор на нем сделан. И третья причина, мы базу сторонников Лиги Время ведем в Bittrex 24. И, собственно, как-то вот все логично стыкуется, логично получается. Поэтому я с большим удовольствием сегодня поделюсь с вами некоторыми мыслями, лайфхаками, но не о тайм-менеджменте, а о бизнес-эффективности, о вещах, к которым я пришел, видя очень много предпринимательских ситуаций, очень много слыша вопросов, которые задавали предприниматели, которые находятся на стыке личного и бизнесового, и которые нельзя решить ни в рамках только личного, ни в рамках только бизнесового. Я нарисовал такие три области. Первая область слева – это то, с чего, собственно, все начиналось. Это область тайм-менеджмента, личных целей, личной эффективности. Куда ты идешь, чего ты хочешь от своей жизни, как ты это планируешь в своем ежедневнике. Область справа – это бизнес-эффективность. Это как ты полируешь свои бизнес-процессы, повышаешь продажи, делаешь бизнес максимально прибыльным, максимально эффективным. А снизу синее пересечение этих областей – это вещи на стыке. Вещи на стыке, которые не могут быть решены не только в плоскости личной, не только в плоскости бизнесовой. Например, ваша как предпринимателя стратегия относительно вашего бизнеса. Кстати, кто предприниматель? Поднимите руку. Наемный руководитель, поднимите руку. Еще треть то ли не проснулась, то ли не признается. Я не очень понимаю, какая там еще может быть третья категория. Будем считать, что не проснулись. Для предпринимателя очень важный, очень интересный вопрос, о котором многие не задумываются. Я хотел бы, чтобы вы сегодня задумались. Это точка выхода из бизнеса, которая бывает позитивная и хорошая, то есть продажа бизнеса за крупную сумму денег, а бывает не очень позитивная, когда я устал, я ухожу, или рынок сильно изменился, или рубль к доллару куда-то не туда двинулся, куда вам надо, или просто объективно этот продукт, эта услуга больше рынку не нужны. И вот эта точка выхода – ваша стратегия относительно бизнеса. То есть не стратегия самого бизнеса, а что вы с ним хотите делать. Зачем вы его создали, сколько лет вы собираетесь его вести, собираетесь ли вы убиваться именно в этой лавочке всю вашу жизнь или остановиться, продать ее, получить какую-то сумму денег, вдохнуть, выдохнуть, передохнуть, обучиться чему-то и сделать что-то совершенно новое, совершенно такое прекрасное, совершенно красивое. Это вопрос, который не решается в рамках только личного тайм-менеджмента, личных целей, потому что, чтобы выйти из текущего бизнеса, надо, чтобы рынок был подходящий, чтобы покупатель такой был, чтобы это был хороший покупатель с хорошими деньгами. И, с другой стороны, не решается только в плоскости бизнеса. Если вы придете к бизнес-консультантам, скажете, хочу продать свой бизнес, вот вам технологии, все методики, как это сделать, как его упаковать, как сделать, чтобы это было дорого. Но хочет ты его продавать или нет, надо ли тебе продавать его или нет, ну ты, парень, сначала определись, придумай, потом уже приходи. То есть это решение на стыке. Инвестиционные стратегии. То же самое, если для, например, наемного работника с инвестициями все очень просто. Откладывай 10% зарплаты, вкладывай их в спокойные, консервативные, надежные активы, и через 20 лет будет у тебя негосударственная пенсия, и на государственную ты не будешь надеяться. Все очень логично. То для предпринимателя любое личное инвестиционное решение – это решение про бизнес и наоборот. Чтобы что-то личное инвестировать, надо из бизнеса больше денег достать. То есть это и бизнес-решение тоже. С другой стороны, бизнес хочет роста, хочет развития, хочет капитала. Об этом мы будем вечером в 6 часов говорить, что любой растущий бизнес сожрет любое количество капитала, которое вы ему дадите. Где этот капитал взять? Скорее всего, сначала это личные деньги, кредит под личное поручительство, кредит под какой-то свой дом, машину, квартиру. То есть это с одной стороны бизнесовое решение. Хочу открывать не три клиники в год, а пять, и для этого закладываю свой дом, беру кредит. С другой стороны, это решение в области личных инвестиций, личной финансовой безопасности. Опять она на стыке. И, наконец, мотивационные моменты. Третий момент очень важный. У предпринимателя работа в среднем, на мой взгляд, более ответственная, более тяжелая, более выжирающая, чем у наемного руководителя. По одной простой причине. Предпринимателю не на кого свалить вину. То есть у наемного руководителя всегда есть за соседней стенкой, у коммерсантов технари, у технарей бухгалтера и так далее. В общем, какие-то плохие, неправильные люди, из-за которых все стопорится, и вот они все делают не так. Предприниматели это хорошо знают, разруливая эти споры. Как только количество людей в компании превышает 10 человек, начинают сразу такие газпромовские корпоративные войны внутренние между подразделениями людьми. И, соответственно, наемный работник всегда может сказать, в конце концов, начальник дурак. Естественно, мы всегда лучше своих начальников знаем, как управлять компанией. Мы все гораздо лучше Владимира Владимировича Путина знаем, как управлять страной. Правда, на кухне мы же это обсуждаем. Точно понимаем, куда делать нефтяные доходы, надо повышать налоги или снижать. А предпринимателю у него не на кого переложить. То есть если у тебя 100 миллионов рублей получилось в конце года дохода и 120 расхода, и как-то где-то надо этот минус чем-то закрывать, то ты можешь сколько угодно рассказать, что люди не те, рынок не тот, клиенты неправильные, сотрудники сломались, дайте новых. Но у тебя 100 дохода и 120 расхода, а у кого-то наоборот. Это твоя конечная вина и ничего с этим не сделаешь. Это очень выжирающая вещь. Вот эта ответственность, предпринимательская ответственность, это очень тяжело выжирающая вещь. И самомотивация предпринимателя в этом смысле более сложная штука. Управление энергией более сложная штука. И там опять личные бизнесовые решения пересекаются. Я помню компанию на старт своей консультантской карьеры, в начале 2000-х, два совладельца, достаточно уже пожилые дядечки, под 60 обоим, генподрядная компания. То есть бизнес очень завязанный на их личные связи, контакты, на их личный менеджмент, project management. И они говорят, когда мы с ними начали работать по тайм-менеджменту, слушайте, а вот что-то мы задумались про цели, про задачи, про мотивацию. Что нас менеджмент сейчас втягивает в программу регионального развития, филиалы открывать, еще что-то. А мы понимаем, что нам этого не надо. Нам надо наоборот, чтобы компания давала четкую, понятную прибыль, чтобы мы идеальная цель, чтобы мы не пять дней в неделю в ней работали, а два дня, потому что уже внуки, и как-то хочется и книжки почитать, которые в юности не дочитал и так далее. Зачем же нас менеджмент в это втягивает? Я говорю, я понимаю, зачем менеджмент это втягивает. У менеджмента красивая строчка в резюме появится. Я развивал филиальную сеть, а то, что вам это, оказывается, для ваших жизненных целей не надо, но это хороший результат нашего с вами общения. Поэтому вот эти мотивационные, энергетические вопросы, зачем вы делаете свой бизнес, что вас вдохновляет, кроме денег, делать этот бизнес, это вопросы очень непростые. И вот эту тематику на стыке, собственно говоря, мы и назвали эффективным бизнесменом. И выделяем в ней четыре больших блока. Это бизнес как машина, то есть как сделать это более прибыльным, более дорогим, более продаваемым. Это вопросы управления персоналом, это вопросы управления личной финансовой безопасностью предпринимателя и вопросы личностные, то есть те самые эмоции, энергия, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, что тебя вдохновляет это делать. И вот сегодня оба моих выступления, и утреннее, и вечернее, которое будет в 6 часов вечера, они в левом верхнем квадранте, там, где мы поговорим про бизнес как некую систему, некую машину и про ваши стратегии относительно этой машины. Что вы, собственно говоря, от этой штуки хотите, зачем вы эту штуку создавали. Я вам покажу несколько необычный, может быть, и не часто упоминаемый взгляд на бизнес. Взгляд на бизнес как некий целостный продукт, который можно и нужно продавать. Обычно мы смотрим в рамках тех или иных книг, тренингов, встреч, конференций на разные кусочки бизнеса. Как выстроить эффективнее продажи, как управлять персоналом, как отшлифовать бизнес-процессы и так далее. То есть мы берем кусочек этого механизма и пытаемся как-то его максимально эффективно настроить. Но если мы говорим о точке вашего выхода из бизнеса, а я сейчас вам скажу грустную и печальную новость, о которой многие не задумываются, точка выхода из бизнеса точно будет. Знаете, как мы все семинары по таймазу всегда начинаем очень грустным, грустным, но точным тезисом, что мы все смертные и времени у нас до конца жизни не так много. Даже не миллионы часов, а там порядка 200-300 тысяч часов у нас осталось до конца жизни. Точно так же и про бизнес. Можно точно сказать, что у вас будет точка расставания с вашим бизнесом. Вот сейчас очень плохая новость. Кстати, у кого был такой опыт продажи своего бизнеса? Был как раз, две, три, пять, семь. Видите, как мало рук на какой большой зал, а у кого были точки расставания с бизнесом, но не продажи. Умер бизнес, забрали бизнес, еще что-то произошло. Побольше рук. Ну, естественно, расставание с бизнесом не за деньги, к сожалению, встречается, попадается чаще, чем расставание с бизнесом за деньги, если этим специально не заниматься. И мы, собственно, часто ведем свой бизнес, как будто мы вечны, как будто бизнес вечен, как будто рынок вечен. А это не так. И бизнес не вечен, и рынок не вечен. И надо в правильные моменты с этим бизнесом расставаться. Более того, очень полезно для бизнесмена это регулярно делать, потому что когда ты в одной и той же бизнес-модели, в одном и том же рынке, в одной и той же матрице, это не развитие, это может быть какой-то рост, но рост только в рамках той модели, которую ты себе задал. Если ты продал предыдущий бизнес, остановился, вздохнул, выдохнул и сделал что-то новое, ты можешь делать что-то принципиально новое. Я приведу пример. Кто знает такую компанию Ассоциал? Слышал кто-нибудь? Новосибирская компания. Да ладно, ни одной руки. У меня Битрикс 600 человек в зале. Так, хорошо, начнем проще. Кто знает такую компанию Транзас? Кто-нибудь знает? Одна рука, две руки. Да, какие-то вот странные непопулярные названия. Хорошо, кто знает, какой, как называется, самый большой авианосец НАТО в Европе? Кто-нибудь знает? Самая большая авианосец НАТО в Европе называется Шарль де Голь, и на нем стоит картографический программный продукт от Санкт-Петербургской компании Транзас, которая владеет 40% мирового рынка картографии для кораблей. Грубо говоря, Яндекс-карты, но только специальные, сложные, особенные для моряков. И 90% мирового рынка программных продуктов для маяков. 40% мирового рынка для кораблей, 90% мирового рынка для маяков. Я их хорошо знаю, потому что я их учил тайм-энджер в свое время, и некоторые мои одноклассники, однокурсники математики там работают, потому что много математики, естественно. Мы своих героев не знаем. Я их, кстати, спрашивал, а как вы на НАТОвский авианосец-то поставили? Ну, нашим понятно. Это юрлицо швейцарское, конечно, но все все знали, откуда уши торчат. И нашим Минобороны дало санкцию, и тамошние начальники дали санкцию. Боевые русские хакеры, самые боевые, самые лучшие. Красивый пример, красивый. Но мы знаем Элона Маска, мы знаем Билла Гейтса. Они написали красивые книжки, и мы на это, так сказать, молимся каждое утро зачастую. А своих героев почему-то не знаем. И вот создатель этого Транзаса, он, собственно, в прошлом капитан дальнего плавания, который хорошо знает эту морскую специфику. Если бы он не вышел из этого капитанства, то такой красивый бизнес не создал. А я вспомнил компанию Асоциал Новосибирскую, тоже очень интересный кейс. Крепкие русские мужики, которые владели в Красноярске заводом. Какой-то комбайно-тракторный завод, я уж не помню точно подробностей. В какой-то момент его продали за хорошую сумму денег. И пришли в Новосибирскую Академию наук и спросили, какие у вас тут самые вообще странные есть вещи, какие-нибудь самые интересные идеи. Им говорят, ну вот графеновые нанотрубки, какие-то безумные люди, что-то придумали. Они стали изучать вопрос, а вопрос очень простой оказывается. Это принципиально меняет прочность материалов. То есть автомобиль, например, будет весить 4 килограмма, обладая всей необходимостью для автомобиля прочностью. Мировое производство тонна в год, стоимость килограмма 100 тысяч долларов, потому что производство только лабораторное. И они построили реактор на 10 тонн уже, несколько лет работает, сейчас строят реактор на 50 тонн, становится основным мировым производителем вот этого продукта. И это принципиально меняет вообще возможности очень многих производств в части прочности материалов. Если бы они свой комбайновый завод не продали, я очень сильно сомневаюсь, что они смогли бы выделить время, силы, мозг на то, чтобы сделать вот такой проект. Тоже красивый пример. К сожалению, таких примеров не хватает. Тиньков вспомнить, с чего начинал. Простой кемеровский парень сделал небольшой проект с пельменями в Петербурге. Пельмени упаковал, продал, потом сделал пиво, уже побольше, поинтереснее, покрасивее, пофедеральнее, продал подороже. На эти деньги сделал банк уже совсем большой, красивый, продал опять же еще подороже. И каждый следующий бизнес является переходом, какой-то ступенькой к новому бизнесу. Вот этой проектной стратегии очень не хватает. И очень я вас к ней призываю. Особенно удачно, как у меня получилось, когда я контрольный пакет в своем первом бизнесе продал в 2011 году, последний опцион реализовал в 2013 году. И потом девальвация, вот это вот все, и вдруг ты понимаешь, что твои пассивные доходы стали вдвое больше, просто в силу того, что инвестиции это сделаны международные, они не только в рублях, и рубля к доллару вдвое упало, и у тебя никаких сотрудников, никаких зарплат, никаких аренд. Это очень приятно. Я не скажу, что я такой сильно умный, что именно в 2011 продавал, так во многом удачно получилось, но получилось хорошо. Соответственно, вот это точка выхода, точка продажи бизнеса, которая может быть очень плодотворной в карьере предпринимателя. Я сейчас такую страшную вещь скажу, которая может быть на самом деле точкой, где вы получили нормальное вознаграждение как предприниматель, потому что, к сожалению, большинство предпринимателей не зарабатывают больше, чем сопоставимые наемные сотрудники. Очень простой тест, рекомендую его пройти и, собственно, раз в год проходить, беседовать с рекрутерами и спрашивать, а сколько бы я стоил как наемный, если бы я в исполнительные директора пошел, в коммерческие, ну в какие-то, кем-то, кем бы вы могли. Вы знаете, часто печальная истина, что зарплатка-то была бы не хуже, чем прибыль в своем бизнесе, причем зарплата была бы два раза в месяц и стабильно, и в белую, и никаких тех кассовых разрывов, и никаких тех летних несезонов, и январских каникул. И вопрос тогда, а зачем? И подпись никакую не ставишь, за которую можно себя еще где-то там прищучить. Проверьте. Такое домашнее задание, можете проверить. Недавно у меня была встреча, ну как недавно, нет, уже год назад, получается, это был февраль 2017 года, два бизнесмена рассказывают, мы такие крутые, вот у нас полтора ерда выручки, мы в тройку федеральных лидеров входим в своем рынке. А я всегда очень твердо задаю вопросы вначале, ну хорошо, выручку сказали, полтора миллиарда, прибыль сколько? Они говорят, мы себе платим по 200 тысяч рублей, чудесная зарплата среднего менеджера в Москве, а прибыль-то сколько, денег-то сколько зарабатывать? Они начали мяться, сажаться, говорят, ну вот мы где-то 10-15 миллионов рублей. Подождите, прибыль не бывает 10-15 миллионов рублей, она или 10 миллионов, или 15. Сколько прибыль-то за 16-й год? Они опять мнутся и говорят, вы знаете, мы в 16-м прибыли не заработали, но вот мы в 17-м планируем пятнашечку так вот на двоих вывести. Подождите, вы хотите сказать, что со своими вот этими полтора ердами выручки, федеральным лидерством, вы тут 30 минут мне рассказывали, вы зарабатываете как хороший средний менеджер и мечтаете зарабатывать как крепенький бизнес-тренер? Ну, знаете, так, 10 дней в месяц по соточке за день продал, минус 20% на маркетинг и секретаршу, это вот такой нормальный крепенький бизнес-тренер. Без книг, без бренда, а вот хороший, качественный работающий тренер. Они говорят, ну как же, это же у нас же торговый бизнес, он же низкомаржинальный. Я говорю, сколько человек в офисе? А я говорю, 500. Я говорю, увольте 50, никто не заметит. А по миллиону на брата в месяц уже точно будете нормально получать. Ну, никто же не заметит, правда? Знаете, анекдот про людоедов, когда два брата, коммерческий директор и технический, людоеды, пришли наниматься на работу. И владелец бизнеса им говорит, знаете, я знаю о вашей особенности, ну, как бы меня ваша частная жизнь не волнует, давайте только договоренность джентльменская, не на работе. Что вы там делаете вечерами, кого там, чем вы там питаетесь, это ваши личные проблемы. Ну, хорошо, работают, все нормально, профессионалы, все классно. Через год вызывает их владелец, говорит, слушайте, была договоренность? На работе ни-ни. Вот жалоба, тут уголовное дело, человек пропал, так что пишите заявление по собственному, позавчерашним днем, вот уже не работали. Ну, ладно, они написали заявление, ушли. И один другому говорит, слушай, ну вот, ну надо было тебя, угораздило тебя эту уборщицу съесть. Сколько мы съели менеджеров, маркетологов, дизайнеров, айтишников. Никто не заметил, ну вот надо же было уборщицу сожрать. Вот я этим товарищам говорю, что во-первых, 50 человек увольте, во-вторых, спрашиваю, у вас бесплатные обеды в офис есть? Они говорят, да, ну как, соцпакет, траля-ля. Я говорю, вы думаете, кто-то из тех, кто ест эти бесплатные обеды, не расскажет налоговой инспекции все, что о вас знает, если попросят? Расскажет. Уберите бесплатные обеды, пусть люди бизнес-ланч кушают за свои деньги. И вы уже еще по миллиончику в месяц на каждого получите. И, к сожалению, это очень нередкая ситуация. Я бы вообще сказал, что 80% моей личной работы с бизнесменами сводятся к тому, чтобы убеждать их немножко больше денег забирать в свой бизнес. Вот недавняя ситуация. Сейчас январь, стратсессии были во многих моих компаниях, клиентах. Цели на год, куда движемся, что делаем. Перед стратсессией встреча с владельцем бизнеса. Ну чего, значит в этом году ярд сделали. Что в следующем будем? Ну так оптимистично полтора получится. Бизнес хорошо растущий, рынок растущий. Ну пессимистично тот же ярд сделан. Я говорю, хорошо, сколько денег для себя-то заберем? Ну с ярда, наверное, миллионов 50 получится. Я говорю, хорошо. Ну не очень хорошо, но по крайней мере мрот, можно сказать, уже там один миллион долларов даже меньше для себя забрать. Если с полутора соточку получится, он думал, ну как же, а развитие, открытие новых. Это, понимаете, я говорю, развитие, оно всегда сожрет все. То есть можно развиваться бесконечно и остаться потом без штанов, как один клиент тоже сказал. Я тут обнаружил себя с полъярдом выручки и голой задницей, ну какой-то однушкой в Москве. Это очень типичная ситуация. И говорит, ну хорошо, да, с полутора миллиардов, если получится, то 100 миллионов прибыли, такой честный лично для себя. Я, наверное, да, смогу получить. И через пару дней стратсессия с его командой. Он доносит, собственно, цели, куда движемся. Вот пессимистичный сценарий миллиард, прибыли из него 50, оптимистичный сценарий полтора, прибыли из них 50. Я говорю, подожди, подожди, подожди. Другой разговор был. Ну вот я тут ночью подумал, что все-таки развитие, стратегическое развитие. Ну хозяин барин, конечно, но не советую. Договорились в итоге, что 60 он все-таки заберет из этих полутора миллиардов. Я говорю, ну хотя бы честно миллион долларов заберите по курсу, уже будет мне как-то за вас спокойнее. Потому что завтра этого миллиарда выручки может не оказаться и с чем вы останетесь. И вот этот вот подход к бизнесу, как к некой целостной машине, дающей прибыль, которую можно в какой-то момент продать, позволяет решить эту проблему заработка предпринимателя и, собственно, в момент продажи и заработать, ну такой хороший бонус за все эти тяготы, лишения, которые ты нес по ходу ведения своего бизнеса, получая за них практически как наемный топ-менеджер, а иногда даже хуже своего наемного топ-менеджера. Потому что у тех дядек с полутора миллиардами, я уверен, что на офисе в 500 человек их замы больше 200 тысяч получали, но просто по Москве они точно должны были дороже стоить. И вот этот вот момент отношения к бизнесу как к целостному продукту диктует еще один принцип. Он такой достаточно жестко прозвучит, может быть, для многих, но я на нем настаиваю. Потому что пока это еще не продано, что у меня здесь мигает, но у вас там все в порядке, пока это еще не продано, это нельзя в полном смысле назвать бизнесом. Это предприятие, организация, завод, лавка, ресторан. Но это еще не бизнес, потому что бизнес – это что-то, какая-то машинка, про которую кто-то своими деньгами проголосовал и сказал, я верю, что вот эта машинка способна приносить деньги в отрыве от того, кто ее создал, отдельно от предпринимателя. И, к сожалению, огромное количество бизнесов, я бы сказал, что большинство российских малых бизнесов, а малые у нас по классификации Минэкономики – это до 800 миллионов рублей выручки, так что я думаю, большинство здесь присутствующих по официальной классификации – это малые бизнесмены. Большинство этих малых бизнесов не проходит этот критерий. И в отрыве своих создателей, к сожалению, практически не обладают какой-то стоимостью и каким-то интересом. И больше того скажу, вот эта самая стоимость бизнеса – это главный, что называется, KPI, как сейчас модно говорить, ключевой показатель эффективности для владельца, для создателя. Потому что текущая прибыльность – это дело такое, ее легко нагонять или наоборот всю прибыль реинвестировать в бизнес и, соответственно, радоваться тому, как он быстро растет, но для себя ничего не зарабатывать. А вот стоимость, она учитывает и выручку, и прибыльность, и качество бизнес-модели, и несколько факторов, о которых мы сейчас с вами поговорим. И сейчас я вам покажу такую историю, которую я называю «5 способов повысить стоимость бизнеса». Обращу ваше внимание, они будут важны и на моменте, когда вы решите бизнес продавать, если вы решите это сделать, а я вас к этому призываю. И если вы лет через 5 напишите мне письмо, «Глеб, спасибо большое за то выступление, тот час изменил мою жизнь, сегодня я откэшился». Ваши 2% вам удобнее на Сбербанк сбросить или на ВТБ-24. Ну, совет же, идея должна же стоить чего-то, правда? Я уже буду считать свою сегодняшнюю задачу выполненной. Если хотя бы 5% присутствующих в какой-то момент на горизонте, в 3-5 ближайших лет это сделают. Но даже если вы не будете продавать бизнес, даже если вы не собираетесь это делать, даже если вы зачем-то хотите с этим бизнесом жить всю жизнь, хотя это, по-моему, очень скучное занятие в одном и том же бизнесе жить всю жизнь, это вообще странно и непонятно, зачем это делать. Тут у нас есть группка такая в WhatsApp для моих клиентов, предпринимателей. Галец, когда магнит продал, вот этот остаток, сколько там, 38% оставалось. У нас один из участников, из клиентов, очень такой, знаете, эхо-московский товарищ. Кровавый режим, отнял магнит, все, теперь, значит, как дальше жить. Ну, там каждый раз, как что-то произойдет, это все. Кровавый режим, дальше жить нельзя. Я пишу, подождите, стоимость к рынку, там дисконт был что-то типа 5 или 7%. Понимаешь, если бы он это на биржу выбросил, то это не на 5% бы все обвалило, а на 50% на 50%. Человек прекрасно открешился. Он за два года до этого в интервью сказал, что я устал, ну, надо так по процентику в год, может по 2%. Понимаешь, что на таких огромных объемах, естественно, если больше будешь продавать, то просто рынок обвалишь и вся твоя стоимость потерялась. Тут такое чудесное предложение, вообще, сколько там, 130 ердов, живых денег, кэшем сразу, ну, вообще, красавец, молодец. А многие это воспринят так, что, ах, там, отобрали, ах, плакал. По-моему, от счастья плакал. Ну, как-то вот. Если бы мне кровавый режим, знаете, так вот, настоятельно дал 130 миллиардов, я бы тоже, наверное, плакал на сцене. Но если вдруг вы не собираетесь продавать бизнес почему-то, то все пять факторов, которые я сейчас покажу, для текущего управления тоже полезны. Для текущей эффективности, текущей прибыльности, текущей управляемости тоже полезны. То есть не воспринимайте их так, что прям совсем завтра надо бежать все продавать. Совершенно не факт. Первый фактор, исключительно важный, это то, что по-английски называется recurring fees, по-русски повторяемые ли ваши платежи. То есть являются ли ваши, или рекуррентные иногда говорят, калька с английского. Что имеется в виду? Есть бизнес разовых каких-то продаж. Вот, например, когда-то в 2004 году мы сделали сайт организации времени на Битриксе. И мы заплатили Битриксу какую-то сумму денег. И мы с тех пор Битриксу больше ничего за это не платили. То есть сделали, сделали, больше функционала никакого не надо, сайт и сайт. А вот Битрикс 24, опять же, когда мы Лигу время создали, некоторое время назад, сделали это облачко. Там какая-то небольшая копеечка, у нас какой-то достаточно простой тарифный план. Но копеечка получается ежемесячная или ежегодная, тоже я не помню, но как-то она с карточки списывается. И хороший покупатель бизнеса обязательно задаст этот вопрос. Какая доля выручки у вас разовая? То есть вы бежали, бежали, бежали за Газпромом, продали что-то Газпрому, очень радуетесь, подписали акт, получили деньги и надо опять за кем-то бежать. За тем же Газпромом или за какой-нибудь Роснефтью. Или вы продали один раз и дальше вы продолжаете допродавать этому клиенту, то есть у вас выручка постоянная. Если о рознице говорить, то процент соотношения клиентов постоянно приходящих, лояльных и процент каких-то новых. Я бы сказал так, что рубль вот такой постоянной рекуррентной выручки стоит как два, а то и три рубля выручки нерекуррентной. Потому что тебе кажется вроде бы, ооо, какой красивый большой разовый проект, но сколько ты потратил сил на то, чтобы его продать, а летом у тебя не сезон и, соответственно, тебе надо всех людей кормить, которые делали этот проект. А какая-то копеечка капает, вот Bittrex, они же тоже не дураки, что вот эту историю облачную ввели. И, собственно, сейчас все в эту сторону движется, в сторону сервисов. Как бы так вот сделать, чтобы ни разу человеку продать, а пусть он меньше денег платит, но зато пользоваться этим всегда. Есть такой смешной проект в Америке, называется One Dollar Shave. Можете посмотреть YouTube, у них ролики очень веселые. Они присылают по почте бритвенные лезвия. Вот мужчины знают, когда мы вспоминаем о том, что лезвие надо купить, не когда ты стоишь на кассе в супермаркете и видишь лезвие, и у тебя брежет смутная мысль, правда? А когда ты добреваешься, вот уже в какой-то десятый раз добреваешься и уже все обдираешь, надо же лезвие купить. А эти ребята сделают подписку. То есть ты по почте подписываешься, тебе приходят, допустим, раз в неделю или три раза в неделю в почтовый ящик вместе с газетой кладут тебе бритвенные лезвия. К сожалению, в России этого бизнеса нет, потому что нет возможности организовать так, чтобы почта именно в среду тебе что-нибудь принесла в почтовый ящик. Если бы она вообще что-нибудь принесла, знаете, как это? Почта России планирует начать оказывать страховые банковские услуги, а почтовые услуги она не планирует. Может быть, начать наконец оказывать. Этот One Dollar Shave, он принципиально отказался от телерекламы. Он сделал принципиально подписную модель. То есть вы делаете то, что у них называется shaving plan, план вашего бритья. Ну, насколько часто вам, собственно, надо бриться. И вам эти лезвия с определенной частотой приезжают в почтовом ящике. Соответственно, они колоссальным образом снизили себе расходы на маркетинг, потому что локтями в телевизоре толкаться с жилетом – это занятие, в общем, не для новичков. Больше миллиард долларов капитализации у них уже на таком вирусном маркетинге, на подписной модели, на, казалось бы, таком продукте, где конкурировать с действующими производителями абсолютно невозможно. Другой пример. Есть такой очень интересный бизнесмен Георгий Афанасьев. Можете в фейсбуке посмотреть. У него называется кооператив «Лесные сады». Он вообще айтишный бизнесмен, очень крепкий. У него все в порядке с таким классическим городским бизнесом. Ну, знаете как, завелись какие-то гектары в Тульской области, потом каза на них появилась, корова, и человек пропал для жизни, цивилизации. Понял, в чем смысл, понял, для чего все, понял, как сует на Москва, и стал делать такой фермерский бизнес, органические продукты. Но как бизнесмен умный и успешный, он сразу понял то, чего не понимают все наши конференции по поддержке малого сельского бизнеса, что конкурировать в перекрестке с пластиковым помидором за место на полке – это абсолютно бессмысленное занятие. Ни по цене, ни по логистике, ни почему ты не проходишь. И он продвигает такую идею юберизации фермерского дела и, соответственно, прямой контакт с потребителем. Это у него модель подписка. У него такая фермерская корзина, которая раз в неделю приезжает, то есть вы подписались на год, у меня есть такая подписка, это очень удобно. Тебе в субботу приехала такая, она по факту не корзина, а коробка, и в коробке сколько-то мяса, сколько-то молочки, сколько-то овощей, какие-то варенья там еще можно положить, блины на масленицу и так далее. И более-менее 70% продуктовой потребности на неделю семейно закрыли. И вот эту корзину нельзя купить у него, как это сказать, штуками корзин. То есть можно один раз купить одну корзину, чтобы попробовать, а дальше только подпиской. Причем цена подписки зависит от того, насколько заранее ты подписался. Чем более заранее, тем дешевле она будет стоить. То есть он капитал получил, на этот капитал купил новую корову и дальше уже сделал эту корзину. Я вижу, что очень многие бизнесы в эту сторону движутся. То есть как бы не просто сделать разовый проект, а предложить какой-то сервис, поддерживание, обслуживание, сопровождение, обучение. Был курьезный немножко случай. Был на семинаре владелец мастерской, которая в храмах делает мраморный иконостас и мраморные полы. И он в кофе-паузе говорит, ну мне-то какие рекуррентные платежи. Вот я иконостас построил, это большой проект, год может занимать, два года. И как бы все. Я говорю, скажите, пожалуйста, у настоятеля храмов есть какая-нибудь регулярная проблема с этим мрамором? Говорит, есть свечи. Потому что чем дороже и лучше мрамор, тем вреднее для него вот эти капающие, капающий воск со свечей. Я говорю, а есть какие-то решения, которые это решают? Ну да, можно долго-дорого и с трудом чистить, когда оно уже испортилось, или можно какой-то правильный мастик это покрывать с определенной регулярностью, и тогда оно легче чистится. Я говорю, так вот, собственно, бизнес-модель, по-моему, валяется просто под ногами. Сразу построив иконостас или этот мраморный пол, предлагайте тут же абонентское сервисное обслуживание с рекуррентными платежами приходить раз в месяц, натирать эти полы. И это всем выгодно. Это не то, что вы кого-то на что-то развели. Это нормальная совершенно win-win, что называется, ситуация у церкви, пол чище. У вас платежи, конечно, они не сопоставимы со стоимостью иконостаса. Вы знаете, это курочка по зернышку. Тут тебе тысячу рублей в месяц, тут тебе тысячу рублей в месяц. Оно так и накопится, и приятно получится. Поэтому обратите внимание на модель вашего бизнеса. Если платежи разовые и проекты разовые, мне вас жалко и грустно, и срочно придумывать, можно с этим сделать, хотя бы добавить какие-то моменты к этому сервисные. Если у вас платежи уже какие-то постоянные, бывает понятие постоянного клиента, то очень хорошо занимать его удержанием, привлечением, увеличением чека от него. И этот постоянный рубль гораздо ценнее рубля непостоянного и разового. Второй очень важный критерий – структурированность бизнес-процессов. Если лет 10-15 назад это была довольно тяжкая история, то есть какие-то нотации очень сложные, какие-то IT-решения безумно дорогие, и у всех было ощущение, что только большая корпорация может себе это позволить. То есть сейчас, пожалуйста, в том же битриксе есть эти рисовалки какие-то простейшие для бизнес-процессов. И, собственно говоря, моя рекомендация для небольших бизнесов, если у вас несколько десятков человек, например, очень простое правило. На каждую важную операцию у вас должна быть написана страничка А4, которая должна лежать в каком-то едином месте на портале. Как принять звонок клиента? Написали страничку А4. Спросить это, не забыть это, переадресовать на этого и так далее. Или как работать с конфликтным клиентом в магазине? Страничку А4. Напишите на портале, положите. Или как правильно внести контакт в базу CRM. Там же проблема не в том, чтобы CRM облачную купить, а в том, чтобы с пакистанской жестокостью всех заставить туда писать именно то, что надо, именно так, как надо. Правда? В этом же основная проблема внедрения CRM. Напишите страничку А4, что должно быть в контакте клиент в CRM. Какие моменты? А потом при выдаче бонусов продавцам, это мой личный такой лайфхак и опыт, при выдаче бонусов продавцам у нас было в этой страничке А4 внизу подписано. Может быть проверен любой контакт. При первом случае существенного отклонения от стандарта ваш бонус переносится на следующий месяц. То есть вы ничего не теряете, но просто на месяц позже получите. При втором случае серьезного отклонения ваш бонус может быть уполовинен. При третьем случае серьезного отклонения ваш бонус может быть об нулем. И очень быстро все привыкли, что надо как-то таки в этот гребаный CRM что-то писать. Ну потому что денежка-то она кусается. Ты работал, работал, весь месяц работал. И вдруг раз, и даже получить это через месяц, это уже как-то скучно и грустно. А уж тем более у половинца. Соответственно сейчас с учетом наличия облачных вот этих вещей, очень простых, очень понятных, вопрос сводит скорее к менеджменту. Выделить, какие операции действительно нуждаются в прописывании. То есть не надо тоже такая, знаете, тотальная, комплексная систематизация бизнес-процессов, всеобщее описание всего. Одна пермская компания, мне в свое время говорила, соки производят. Вот мы уже 8 месяцев прописываем бизнес-процессы, и талмудов на полке все больше, а жизнь от этого все дальше, потому что жизнь-то как-то меняется же, а процессы написаны и остаются. Поэтому первый совет на критичной операции, инструкция размера А4 не больше, и все эти инструкции собраны в одно какое-то место. Папка обмена, портал, облако Битрикс, что хотите. Третий очень важный фактор, о котором очень многие бизнесмены вообще не думают, а на стадии уже продажи бизнеса вылезает, что это важно. Интеллектуальная собственность. Поднимите руку, у кого есть зарегистрированные товарные знаки в просторечии торговой марки. Одна, две, три, пять. Ну чуть больше, чем знают про Транзас и авианосец НАТО. Ну в общем как-то пять рук на зал в 600 человек. У меня в Ставрополе было аналогичное выступление. И поднимают руку, можно я скажу, у меня 320 товарных знаков. Я говорю, как вы дошли до жизни такой? Это очень просто. У меня кондитерское производство, я делал шоколад Аленка. Ну хорошее название. Девочку нарисовали в платочке. И к нам пришли. Красный октябрь, собственно, пришел. Нам все посчитали, а там все считается. В отличие от авторских прав, где вам суд может тысячу рублей присудить компенсацией, там очень все считается и хорошо считается. Потом я долго на коленях умолял, что я маленький, я не знал. Я случайно назвал девочку именно Аленкой. И платочек совершенно случайно был именно такой. Мне скостили то, что насчитали. Ну в общем урок за полтора миллиона рублей, что надо повнимательнее с чужой интеллектуальной собственностью, я получил. Поэтому первая история – это претензии внешние к вам. В частности, имейте в виду, что в суде в 99% случаев владелец товарного знака в приоритете будет перед владельцем домена. У вас домен уже 20 лет, он намолен, проиндексирован, вот все замечательно. У вас там интернет-магазин. Если у вас товарного знака такого наименования нету, а кто-то зарегистрирует, то с очень высокой вероятностью он вас заберет. Ну скорее всего не заберет, а отступное просто какое-то попросит и будет прав. Соответственно, первое – не нарушаете ли вы чужие права и насколько ваши названия защищены. Вторая оборотная сторона – это насколько вы можете бить по голове того, кто через дорогу откроет детский сад «Солнышко плюс», и из вашего «Солнышка» люди побегут, а у них будет плохо, а у вас хорошо, но никто не знает, потому что и тут «Солнышко», и там «Солнышко». То есть защита ваших прав. Что очень важно, при покупке бизнеса, вот когда я продавал первый свой консалтинговый бизнес, в консалтинге всегда вопрос, естественно, лица основателя, а насколько там McKinsey имеет смысл без Марвина Бауэра, насколько организация времени имеет смысл без Глеба Архангельского. И одним из аргументов было то, что все ключевые вещи были зарегистрированы, запатентованы. И, например, я не могу провести тренинг, тайм-драйв, как успеют жить и работать, без санкции покупателя этого бизнеса. Хотя я вроде это придумал, я вроде книжку тайм-драйв написал, но это зарегистрированный товарный знак, он продан вместе с интеллектуальной собственностью бизнеса, соответственно, покупатель понимает, что, несмотря на лицо Архангельского, у него приобретена некая, пусть не материальная, но некая объективная бизнес-вещь, которой можно пользоваться, за которой можно лицензионные платежи собирать и так далее. Третья вещь – налоговая. Например, товарным знаком же не обязана владеть ваша компания. Товарным знаком может владеть и пешник 6%. Он может royalty получать, собирать. Мне рассказывали про одну мебельную компанию, это совершенно неправда, может быть, и вообще, если пресс-служба этой компании узнает, то я не про нее рассказывал, что она стульчики-табуреточки называет нечеловеческими словами, не потому что она так любит свои шведские реки и озера, как рассказывает, а потому что чем более нечеловеческое слово, тем оно более охранспособно, как товарный знак, и каждое название защищено как товарный знак, и за каждую проданную табуреточку в каждой стране идет royalty, рассчитываемую от выручки, в компанию, которая владеет товарными знаками. Так случайно получилось, что компания находится в Люксембурге, и так удачно сложилось, что именно там вот эти авторские штуки не облагаются ничем. То же самое Facebook, Google, Microsoft делают с Англией и с Ирландией. Выручка вся в Великобритании. С Facebook вообще просто анекдот. Миллиард выручки, 10 миллионов фунтов налогов заплачено. Почему? Потому что интеллектуальная собственность в Ирландии, и туда платятся, соответственно, эти royalty. У нас так тоже можно делать. Единственное, не надо так, что вы гендиректор Пупкин заплатили ИПшнику Пупкину 70% выручки в качестве royalty за товарный знак. ФНС далеко не идиоты сидят. И на лбу себе не надо писать, что я тут сильно умный. Но вот если ИПшник этот не Пупкин, а Васькина, ну не менял у вас жена фамилию, например, очень удобно, когда жены фамилии не меняют, и при этом это не 70% выручки, а какая-то разумная цифра рыночная, обоснованная, то вот у вас наибелейший, наичистейший доход, полученный от бизнеса с налоговой нагрузкой 7%, то есть ИПшной. Причем, допустим, бизнес отобрали, кто-нибудь у вас вдруг кровавый режим отобрал бизнес, а товарный знак где-то в другом месте. У меня есть знакомые, у них в Москве торговый центр, на нескольким десяткам разных юрлиц и разных ИПшников принадлежит. Это у них до смешного доходит, сидит азбука вкуса, и она сидит на трех разных арендодателях. Ну и, соответственно, ты можешь забрать какой-то из этих юрлиц, и что ты получил, арендный объект, то есть у тебя сидит склад азбуки вкуса, вот что ты с этим будешь делать. И такая комбинаторика, в частности, с помощью интеллектуальной собственности достигается. Я видел сделки по продаже бизнеса, которые так структурированы. Сейчас контроль юрлица, такая-то сумма денег, потом оставшийся пакет юрлица, такая-то сумма денег, потом товарные знаки с такого-то ИПшника, еще такая-то сумма денег, потом авторские права, еще откуда-то такая-то сумма денег. И это позволяет структурировать сделку более безопасно и для продавца, и для покупателя. Поэтому обратите внимание, первый момент защищенность вас от внешних претензий, второе, ваша возможность делать претензии тем, кто посмеет использовать ваше название и прочее, и третье, это налоговый момент, который надо с налоговым адвокатом, юристом хорошо проработать. Соответственно, в текущей практике это очень полезно, а при продаже бизнес это может быть критично. Здесь смотрите, какой важный момент. Многие вещи важные для стоимости бизнеса, они не стоят много денег. Товарный знак это 20 тысяч рублей государства, 20 тысяч рублей патентоведу. То есть это ни о чем. Но это год-два по времени. Соответственно, если вы вдруг задумаетесь, я устал, я ухожу, я хочу в Италию, на море, на солнце, хочу завтра продать бизнес, то только товарные знаки это все-таки годик. Там сейчас какая-то ускоренная процедура появилась, может чуть быстрее, но это время. И многие вещи требуют именно времени, поэтому лучше их делать заранее. Четвертый фактор это диверсифицированная и структурированная клиентская база. Первое структурированная, то есть любому покупателю бизнеса очень интересно знать, что ваши клиенты не в вашей голове, не в визитницах ваших менеджеров по продажам, не дай бог, а в какой-то понятной, логичной, облачной CRM. Ну, собственно, с этой сцены, иначе как про Bittrex CRM неправильно было бы говорить, а вариантов после скисания мегаплана, в общем-то, особо и не осталось, честно говоря. Ну, там и CRM, где-то там ноздря в ноздрю, но это только CRM, а так что все вместе, и CRM, и портал, это, насколько я понимаю, у нас только в Bittrex. Поэтому первое, собрать всех клиентов в одну базу, опять же, с какими-то четкими правилами, как вносятся. Второе, что важно, диверсифицированная клиентская база. Я помню один бизнес, который выставили на продажу, и бизнесмен гордо бил себя в грудь и говорил, мы очень крутые, у нас 80% выручки, это компания из группы Газпром. Это хорошая была новость или плохая? Очень плохая. Кто сказал хорошая, вообще стыдитесь, не надо вестись на бренда. Очень плохая новость, потому что завтра сменится венец-президент Газпрома, курирующий это направление, и все, бизнеса у тебя нет. Хорошая новость, это когда ты продавцу бизнеса говоришь, у меня половина это государственный сектор, половина коммерческий. У меня половина это физики, половина это юрики. Половина это внутри МКАДа, половина это за МКАДом. Чем больше вот этих диверсификаций вы можете показать, тем это лучше и для текущей безопасности бизнеса, и тем это лучше для, естественно, продажи. Я, по-моему, на семинаре подошла в кофе-паузе женщина, говорит, я владелец оценочного агентства, и у нас очень понятный бизнес оценки квартир физиком под ипотеку. Все очень понятно, что стоит понятно, как делать понятно, все достаточно хорошо отстроено. Есть одна проблема. Наш бизнес ровно следует за макроэкономикой, за покупками квартир и за готовность у банков давать ипотеку. Все. Ты на это никак влиять не можешь. Я хочу в корпоративный сегмент, я хочу оспаривание кадастровых вот этих оценок делать, еще что-то с бизнесом продавать. Вот посоветуйте. Я говорю, вы в правильном направлении мыслите, это хорошая диверсификация, но вы одну вещь имеете в виду, вы, по сути, говорите сейчас о совершенно другом бизнесе. Хотя это внутри той же компании, это тоже называется оценкой, но это вообще другой бизнес. Это другой клиент, это другая модель продаж, это другие продавцы, это другое вообще все. И, по сути, вы создаете такой стартап, совершенно отдельный бизнес. Да, он по случайному совпадению обстоятельств будет на том же юрлице. И так к этому и относитесь, что это работа, по сути, по созданию другого бизнеса, но зато, естественно, она создает вам некую дополнительную безопасность. Там, где у вас физики просели, вы юриками доберете. Летом у вас, допустим, наоборот, юрики просели, корпоративные заказчики обычно пассивнее, а физики более-менее нормально себя чувствуют. Соответственно, домашнее задание. Подумайте, насколько ваша база диверсифицирована или нет. Если нет, если она очень сильно зависит от одного какого-то типа потребителей, от одного какого-то сегмента рынка, то подумайте, что можно добавить, что можно изменить. Пятый фактор – это финансовая прозрачность. Я не то чтобы призываю вас сразу и немедленно заплатить абсолютно все налоги, хотя я должен вам сказать, что глава федеральной налоговой службы Михаил Владимирович Мишустин очень крепкий, правильный советский айтишник с правильным, хорошим советским системным образованием. И с Big Data, ASK NDS-2, ASK NDS-3 все очень хорошо. Я не знаю даже, какие мировые службы, но может американские, только умеют настолько хорошо знать все про налогу плательщика. А еще, кстати, кто онлайн с Бирбанком пользуется активно? Поднимите руки. Удобно же, правда, да? Там тынц, тынц, кнопочка побежала, полетела. Но вы думаете, это для удобства нашего с вами делается, что ли? Чтобы нам удобно было кнопочки тыкать? Это же такая Big Data, что просто красота. Через годик-другой каждому из нас с вами задать вопрос. Иван Иванович, а вот тут расходы-то ваши вот такие, а прибыль-то ваша, дивиденды-то ваши официальные, они немножечко другие и как-то не бьются эти вещи друг с другом. Понятно, что постепенно будут приходить не ко всем сразу. Есть цифры отсечения определенные, из каких сумм. Но, в общем, надо быть готовыми, что это все проще. То есть, если раньше это какие-то многие миллионы долларов, чтобы за человеком надо было приходить, то теперь это Big Data. Наэросеть напустила и все, и все хорошо. Поэтому, с одной стороны, надо потихонечку обеляться, кто еще не абсолютно белый. Я не буду просить руки поднимать, кто белый, кто не белый. 50 оттенков серого. Такой философский вопрос. Вот если я роялти на ИПшника, то выручки 13 белые или не белые. Ну, это как договориться, как сочтет ваша территориальная налоговая служба. Но, смотрите, что важно. Например, даже такой простой пример, когда вы бизнес продаете, и вы инвестору говорите, вот смотрите, та прибыль, которая у меня в управленческом учете, и то, что я плачу через дивиденды, это совпадает друг с другом. Ну, а иногда, к сожалению, порой у нас бывает нужно еще что-то там где-то выплаты, они идут через вот там. Ну, никто, конечно, здесь присутствующий так не делает, но если вдруг. То есть нет абсолютной белизны, но, по крайней мере, у вас то, что является по сути прибылью, оно и выплачено белой прибылью. Или, например, поднимите руку, кто финансовый аудит проходит регулярно в своей компании? Да ладно? Меньше, чем знают в транзакции и ассоциал. Одна рука, две руки. Друзья мои, цена вопроса очень небольшая. Естественно, не надо в PricewaterhouseCoopers идти или в Эрнстон Дианах, тем более они не возьмут маленький бизнес на аудит. Мне в свое время для консалтингового бизнеса я взял первую двадцатку российских аудиторов, вычеркнул первую пятерку, а оставшиеся пятнадцать спросил, когда у вас самое несезонное время, когда вы можете дать самую низкую цену. Ну, естественно, все август назвали, нам это тоже было удобно, у нас тоже несезон в консалтинге. И мне обходилось в сто тысяч рублей проаудировать несколько юрлиц. А в чем смысл аудита? Первое. Независимый взгляд. Что там химичит твоя бухгалтерия? Я вам скажу плохую новость. Вашему главбуху на ваши деньги, в общем, не очень интересно. Тут у клиента турбизнес, у них летом кассовый разрыв. Клиент четыре миллиона рублей займом беспроцентным внес в юрлицо, чтобы вот эти Эрмитаж оплатить, там еще что-то. И осенью, когда иностранцы платят, иностранный турагент, он, соответственно, забрал эти деньги. Бухгалтер это засчитал в выручку, этот беспроцентный заим. Заплатил из этого все налоги на НДС на юрлице. То есть миллиончик хозяйских денег вот так просто раз и щелчком пальца улетел. Так вот первый смысл аудита – это чтобы вы вот это все увидели. Второй смысл аудита – за неделю до аудита офис начинает бегать как ошпаренный и вытаскивать из Хабаровска недовезенные счета фактуры, что тоже крайне полезно. И третий смысл очень важный. Когда вы ведете переговоры с потенциальным инвестором и говорите, вот у меня была такая-то выручка, прибыль, вот так-то это все росло, вот такие-то мы прекрасные. И при этом говорите, и это подтверждено независимым финансовым аудитом от приличной аудиторской компании. Я сейчас вообще не говорю о покупке просто какого-то сертификата от липовой компании, чтобы в тендере где-то показать. Нет. Я говорю о нормальном, реальном, качественном аудите от качественной компании. Вы это инвестору показываете, инвестор понимает, что те цифры, которые вы заявили, они проверены некой независимой стороной. Конечно, в какой-то момент инвестор и своих финансистов тоже захочет прислать и в бумагах ваших покопаться и посмотреть, насколько там все чисто, красиво и аккуратно. Но на первых, скажем так, стадиях переговоров вы уже показали, что вы молодец и что вы к этому относитесь тщательно, внимательно. И это кто-то подтвердил. Какой-то независимый внешний человек. Вот считайте, я проходил аудит. В восьмом году я начал строить бизнес на продажу. То есть в четвертом начался консаловский бизнес. В восьмом мне умные люди подсказали, что продавать интереснее, чем не продавать. В одиннадцатом я продал контроль. То есть у меня аудит был, получается, за восьмой, девятый, десятый год. За одиннадцатый год еще не было аудита. Три года. Триста тысяч рублей. Добавку к ценнику, к стоимости компании мне это дало минимум на нолик больше. Минимум. Может быть и побольше. Это трудно, естественно, оценить, насколько, какая именно чистота, красота вносит вклад в тот ценник, который тебе дали. Но вот эта штука вносит вклад большой. Ну и, разумеется, везде, где можно упрощенки посмотреть, роялти посмотреть, посоветовать с налоговыми юристами. Часто предприниматели не используют даже какие-то налоговые режимы, которые эффективны, возможно. Тот же самый кондитер из Ставрополя подошел в кофе-паузе и говорит, у меня есть инвестпроект. Построить новую линию производственную. Рынок очень хороший. У нас эконом-сегмент, он растет, там все хорошо, никаких кризисов. Ну, естественно, банкам мне залогов показать нету, что мог уже давно в залоге. Нужны частные инвесторы. Я говорю, звучит интересно, тема понятна, инвесторы частные такие есть. Нужно страничку написать и давайте пообсуждаем. Он говорит, единственное, знаете, вот хотел сказать такой вот нюанс. Половина выручки кэшем идет. Ну вот так у нас устроено. Я говорю, слушайте, у вас при вашей выручке они до 120 миллионов. То есть вы сэкономили 6 процентов? Ну, типа да. То есть ты сейчас сэкономил 6 процентов упрощенного налога, а на стадии, когда тебе нужно инвестора проявлять, даже частный инвестор, конечно, он хочет видеть все-таки юрлицовый поток, естественно. Даже если он понимает про обналички, про что-то еще, но он точно хочет видеть, что это через юрлицо проходит, и что он может контролировать это юрлицо. Я говорю, вот смотрите, вы сэкономили 6 процентов в моменте, а сейчас вы теряете половину стоимости бизнеса. Для цели привлечения инвестора, для цели поиска внешнего капитала, вы теряете половину, и это очень грустный размен, и, конечно, не надо было эти 6 процентов экономить. Соответственно, домашнее задание. Присмотритесь, подумайте, на каком именно из оттенков серого вы находитесь. Где там 49, 34, 15, 18. И как можно, не разоряясь, не теряя конкурентоспособность, не повышая радикально цены по сравнению с конкурентами, все-таки двигаться в белую сторону, потому что мир все более прозрачен. Мишустин прекрасен, ФНС у нас очень профессионально. Я много видел разных мировых служб, я возглавлял рабочую группу по рейтингу Doing Business национальной предпринимательской инициативе, и я видел разные примеры, как в разных государствах это работает. У нас очень там все хорошо, очень профессионально. Это хорошая новость для страны, но такая челленджин, что называется, вызывающая новость для каждого из предпринимателей, которая еще где-то там порой что-то иногда немножечко в серенькую, в черненькую, в конвертике неправильно делает. Теперь завершая мою первую часть, вот эту утреннюю часть выступления, я хочу вам дать такой простой материал для самоанализа, самооценки своей долгосрочной стратегии. Он называется вопросник для самоопределения бизнесмена. Это бесплатная история, ее можно скачать по этой ссылочке tminvest.ru, слэш материал. Что это такое? Это файл на пару страничек, который задает вам очень непростые вопросы. Чего я хочу от своего бизнеса на горизонте 5, 10, 20, много лет? Что я хочу, чтобы было написано в моей эпитафии, наше таймерское классическое упражнение? Хочу ли я передавать это наследникам, или я хочу это продавать? А за сколько я хочу это продавать? Это же очень интересный вопрос. Я как-то для начинающих, не начинающих, а как сказать, те, кто хотят стать предпринимателями, провел курс, и домашнее задание дал, за сколько вы хотите потенциально на горизонте в 3 года продать свой бизнес? Один пишет мне в домашнем задании за 700 тысяч рублей. Я ему отвечаю, знаете, даже отпраздновать, по-моему, нормально не хватит, ну, как-то вообще, что возиться-то? Другой пишет, за 50 миллионов долларов. Я пишу, знаете, у вас сейчас зарплата 30 тысяч, и как-то вот сразу за 3 года на 50 миллионов, ну, чуть надо бы реалистичней. И вот вопрос, за сколько? Есть, кстати, хорошая формула, особенно сейчас вот для наемных работников, которых может предпринимательство, это сейчас подтолкнет наша с вами встреча. Очень хорошая формула. Выберите упрощенку, 120 миллионов, делайте это с рентабельностью 20-30%, то есть чистая, живая, настоящая, честная прибыль 20-30%. За 3-5 годовых прибыли продайте, это реальная оценка, она хорошая, такая, надо постараться, но она реалистичная в России. Соответственно, вы продались, грубо говоря, за одну выручку, вот за эти 120 миллионов рублей. И вложив 120 миллионов рублей под 10% годовых в рублях, вы получите миллион рублей в месяц пассивного дохода. Вот очень простая, очень логичная формула. Чего желаю всем присутствующим, у кого еще этого нет. На этом, друзья мои, я завершаю первую часть. Мы еще с вами увидимся на бизнес вот этой круглопереговорно-нетворкинговой штуке, которая будет вот там, в том зале, не помню, как этот зал называется. Это будет через 15 минут сейчас. В 6 вечера я сделаю второе выступление на час, которое будет посвящено капиталу. Как привлечь деньги других людей в свой бизнес и как вложить свои деньги в чужой бизнес и зачем это надо. Вот такая наша программа действий. Большое спасибо за внимание и возвращаю слово за 14 секунд до окончания тайминга, который мне здесь показывали. Я возвращаю слово ведущему. Глеб забыл на самом деле про шестой пункт про продажу бизнеса рассказать, без которого все остальное не получится. Чтобы продать что-то, нужно же кого-то уговорить, особенно если хочется продать дорого. Для этого нужно быть хорошим переговорщиком. И собственно бизнес-эпицентр, который он сейчас будет вести в ближайшее время, он так и называется, 10 инструментов крутого переговорщика. Еще один повод в них поучаствовать. Поучиться у коллег, у самих у себя, у Глеба в конце концов.